Антикафе Cat Joy в нашем городе появилось в октябре 2018. Владельцы придумали фишку. Все, кто проводит здесь время, имеют возможность пообщаться с котиками. Хвостатых взяли из приюта майский день, чтобы социализировать, а по возможности раздать в добрые руки. Сейчас у Кота-кафе 8 питомцев и сотни постоянных посетителей. Каждая кошечка и кот поступают к нам из приюта с паспортами. Все они привиты, все они стерилизованы по возрасту. Если поступают маленькие, они стерилизуются впоследствии. Так что бояться нечего, что может что-то случиться, потому что они все контактируют с людьми, и поэтому они у нас все привиты. Питомцам нужен новый дом. Кота-кафе закрывается, и животных нужно пристроить. Пончик, Марсик, Тучка, Джек, Лена и Сицилия ищут новых хозяев. Она поступила к нам недавно, и вроде бы даже смотришь на нее, она очень ласковая, и ко всем идет, и здесь ей, конечно, немножечко трудновато приходится, потому что всем новеньким трудно, поэтому все, что могу сказать о ней, то, что она ласковая, и она не кусается ничего, она все время вот так, вот она, висит у меня на руке, и хорошо ей. За время существования Кота-кафе пристроить удалось 8 животных. Все счастливы в новых семьях. Эти хвостатые тоже смогут осчастливить кого угодно. Пушистики – прекрасный антидепрессант. Здесь питомца по темпераменту найти несложно. Ну, очень ласковый кот. Он может лежать просто-напросто с тобой, и мурчать, и обнимет тебя. Я его подушечкой называю, потому что он, когда если ляжет, он прям такой большой-большой и хороший. Кот просто вот, мне кажется, идеальный. Ее бы вот кто-нибудь забрал бы и дал бы ему спокойно освоиться уже дома. Кота-кафе закрывает свои двери с 7 августа. Владельцы рассчитывают, что до этого времени пушистики уже найдут новых хозяев. Неравнодушных ждут по адресу САКК-54. Ежедневно с полудня до 9 вечера, без перерывов и выходных. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.